Всем привет! Меня зовут Владимир и я один из братьев Шатиловых в программе BroadTrails. В Соединенных Штатах мы прожили энное количество времени, всего 4 месяца, но уже сложилось целое впечатление о том, что происходит и вообще что вокруг. И в этом видео мы собрали для вас 10 причин, почему не надо тебе ехать в Америку. Number one. Если ты не любишь американцев, не любишь Америку, не любишь все, что связано с Америкой, тебе здесь делать абсолютно нечего. Тебе сначала надо полюбить, и потом уже можно ехать. А если нет, stay home. Number two. Если ты не любишь работать, и ты лентяй, сиди дома. Здесь таких не любят. Здесь надо пахать, и пахать конкретно. Если не пятидневку, то и вовсе 24 на 7. Hustle hard. Если ты этого не любишь делать, и ты не можешь, и ты не собираешься этого делать, сидите дома. Не надо ехать в Америку. Number three. Если ты не хочешь начинать свою жизнь с нуля, тогда тебе сюда ехать нельзя. Сиди дома. Потому что здесь надо будет делать абсолютно все, все с нуля. Знакомые, работу, познавание. Все. Так что, если ты боишься, сиди дома. Хорошо? Number four. Если у тебя куча вредных привычек, например, табачные изделия, и алкогольная продукция, и всякое того прочего, стоит нормальных денег. И еще плюс налоги. Поэтому я бы не стал бы это сюда везти. Оставьте это там. Number five. Если твое отношение к людям нетрадиционной сексуальной ориентации жесткое, то тебе здесь делать абсолютно нечего. Потому что эти люди окружают нас абсолютно везде. На работе, в магазине, на улице. Да вообще везде они. Как бы и у всех, свои взгляды на жизнь. Если ты их не примешь, то они точно тебя не примут. Поэтому не надо. Stay on. Number six. Если ты не умеешь пользоваться Гуглом, Яндексом, либо любым поисковиком, тебе здесь делать абсолютно нечего. Потому что эти веб-браузеры твои лучшие друзья. И к тому же ты узнаешь что-то новое постоянно. А в Америке, когда ты приезжаешь сюда с нуля, надо познавать все новое. Поэтому если ты не умеешь, sit at home. Не надо ехать сюда. Number seven. Если ты думаешь, что ты слишком стар, чтобы ехать сюда, то возраст это не показатель. Все только зависит от твоего ума и от твоего здоровья. А если, конечно, ты старый и больной, что тебе тут делать? Правильно? Так что сиди дома. А если ты здоров и умен, есть силы, энтузиазма полно, езжай вперед. Тогда надо. А если нет, сиди дома. Number eight. Если ты боишься разговаривать на английском языке, и либо вообще его не знаешь, ух, ну тогда тебе здесь будет очень-очень тяжко. Потому что тут все разговаривают на английском языке. Поэтому если нет этих знаний, оставайтесь лучше дома. Потому что здесь надо будет его изучать, на нем говорить. А если ты еще стесняешься со своего акцента, допустим, да. Не, сиди дома. Просто забей, сиди дома. Number nine. Если вы одинокие и несчастливы, то вы здесь точно не справитесь. Вообще никак. Потому что в первую очередь у тебя здесь не будет друзей, у тебя не будет здесь знакомых. Если еще у тебя нет знаний того, что ты хочешь, ты просто не справишься. Поэтому одиноким и грустным сидите дома. Ладно. Number ten. Наверное, самое главное. Если ты не можешь заполнить анкету для визы, или подать на грин-карт, причем вся информация есть в интернете, все видео, которые показывают, как правильно надо заполнить все это на ютубе, то тебе здесь делать абсолютно нечего. Потому что здесь придется заполнять очень много разных бумажек. А это самый первый и самый простой шаг, который надо сделать. Если ты с этим не справляешься, вообще забей. Сиди дома прям и вообще не парься. Ну что, на сегодня это все. Это было 10 причин, почему тебе не надо ехать в Соединенные Штаты Америки. Если тебе понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал, заходите в наши социальные сети и заходите к нам на сайт. See you next time on BroTrails. Stay tuned. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok